Высказывайте своё мнение, кто участвует в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 и.м. Будь в центре событий. Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире «Народная волна Чикаго» на частоте 14.30 а.м. и 99.1 ф.м. В самом эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина, ведущим которого являюсь я, Анатолий Червец. Ну а участники, как всегда, все вы, те, которые наберут номер телефона 847-400-5200, будем общаться, будем пытаться разобраться в том, что сегодня происходит в нашей стране. Ну и, может быть, даже не только. Итак, вы нас можете слышать на нашей веб-страничке www.radionvc.com и, нажав на кнопочку «Play», вы нас можете видеть и слышать на нашей странице в Facebook «Radio NVC». Ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале «Radio NVC». Зайдя на этот канал, пожалуйста, нажмите кнопочку «Subscribe» или «Регистрация», и вы получите доступ и сообщение к нашим всем самым последним новостям, нашим всем самым последним программам. Таким образом, вам будет легче найти ту программу или те программы, которые бы вы хотели еще раз прослушать. И еще один совет, если вы в дороге, в пути, в машине, и ваш радиоприемник почему-то не ловит нашу волну или ловит ее нечисто, не расстраивайтесь, вы можете обратиться к помощи ваших Apple Products, либо iPhone или iPad, выйти на наше бесплатное приложение и слушать нас в замечательном качестве и как видео, так и звук. Ну а те из вас, которые пользуются андроидной платформой, пожалуйста, выходите через ваш веб-браузер, выходите на нашу страничку www.radionvc.com и опять же сможете нас слышать в замечательном качестве, звуковом. Вот, теперь, вроде бы все такие орг-вопросы решены, как вы уже поняли, сегодня у нас будет, к счастью, ну, к моему так точно, программа из двух частей, одна, которая состоится вот прямо сейчас, а вторая часть выйдет в наше обычное время, в два часа дня, где мы, конечно же, продолжим то, что мы начнем сейчас. Ну а для тех, которые могут нас слышать только один из этих часов, пожалуйста, будем вас держать в курсе дела. Итак, мы начинаем. В Чикаго и его окрестностях в самом разгаре лета. Жара стоит невероятная, солнечное светение просто радует, наконец-то. Ну, будем надеяться, что эта радость продлится как можно подольше, хотя я понимаю, что некоторым нужно и газоны поливать, и свои огороды и так далее, но, тем не менее, лучше вы будете поливать их у себя, чем мы все будем страдать от ливней, дождей и пасмурной погоды. Итак, так как сегодня такая вот выпала возможность с вами пообщаться на час раньше, во-первых, я хочу всем тем, у которых сейчас ланч-тайм, как говорится, время обеда, всем вам приятного аппетита, ну а тем, у которых ланч еще впереди, ну, смотрите на это так, что вам есть к чему стремиться, то есть у вас что-то вас ждет очень приятное и вкусное, я надеюсь, в дальнейшем. Так что устраивайтесь поудобно, поудобней, либо за своим ланчем, либо там, где вы можете нас слышать, и будем общаться. Итак, 847-400-5200. И я хочу начать, так как сегодня мы начинаем раньше, не хочу вам портить настроение сразу с самого начала, поэтому начнем действительно с хороших новостей и то, с чем это связано. Ну, самая главная хорошая новость – это то, что наш стак-маркет опять пошел вверх после нескольких дней, как бы, убыли в наших финансах. Вот опять пошли мы вверх, опять начали поступать наши прибыли. И, конечно же, огромное спасибо за это, во-первых, нашему президенту Дональду Трампу, его советникам по финансам, это Лэри Кадлоу, это вся та команда, которая занимается разработкой финансовых планов. Ну, и, конечно же, придется сказать большое спасибо господину Паулу, это директор Федерального резервного банка, за то, что все-таки решил послушаться нашего президента. И, ну вот, по всей видимости, ставки, так называемые interest rates, учетные ставки будут чуть-чуть уменьшены, так как у нас в стране, в принципе, слава богу, все нормально. То есть, у нас замечательно работает экономика, у нас, в принципе, замечательно поступают финансы как в казну государства, так и, в принципе, рост прибыли. Вот, так что инфляции, слава богу, не предвидится, с чем вынужден был согласиться господин Паул, и в связи с тем, что инфляции не предвидится, и, в принципе, хорошо дела идут у нас в общем, вот он решил урезать учетную ставку. Вот это, наверное, самая-самая лучшая новость, причем это лучшая новость не только для, как говорят демократы, не только для того одного процента самых богатых. Нет, это замечательная новость для всех тех, которые работают. Вот давайте говорить так. Любой человек, который работает, любой человек, который стремится, ну, может быть, купить какое-то свое жилье, пусть это будет не замок, пусть это будет не поместье, даже если это какая-либо квартира, кондоминиум, может быть, таунхаус, дуплекс, но, беря ипотеку, так как, ну, не у очень многих есть деньги сразу выложить и купить, как говорится, за кеш, приходится брать ипотеку. Так вот, когда урезают учетные ставки, в связи с этим мы экономим деньги на наших ипотечных расходах. То есть, говоря нашим простым языком, я все время пытаюсь обходить такие английские слова, потому что мне вечно кто-то обязательно скажет, вот, вы говорите по-русски, а фактически какой-то суржик с английским. Ну, я пытаюсь это избежать. Поверьте мне, не очень мне в этом деле легко, но, тем не менее, я знаю, что все вы понимаете, что такое моргидж, вы все понимаете, что такое PMI, Private Mortgage Insurance, и вот именно рост цен на ваше приобретение, то есть на ваше жилье в совокупности с маленькой учетной ставкой, все это может привести к тому, что, во-первых, уйдет ваше PMI 20%, ну, и учетная ставка меньше, то есть ваш моргидж вы всегда можете сделать, допустим, перефинансирование и уйти немножко на более низкий процент. Итак, это самая такая основная хорошая новость, с которой я хотел с вами поделиться, но именно с этой новостью и связано все остальное о том, что я хотел бы поговорить именно в этом сегменте, то есть вот в первом сегменте нашей передачи. Мы все чаще и чаще слышим от демократов такую вещь. Да, экономика работает, но она работает только для самых богатых. Вот Трамп тем, что он сделал налоговую реформу, он только дал больше денег в карманы богатых, а люди, которые средний класс и ниже средний класс, это люди, которые продолжают переживать всякие неудобства, недовольства и так далее. Конечно же, то, что они говорят, это абсолютная галиматья, это абсолютная пропаганда. Объясню, почему. Вы понимаете, когда есть такое понятие, как доход компании, и компания, когда получает больше денег в свою казну, у нее отсюда есть три таких самых оптимальных варианта выхода. Первое, это вложить вот эту прибыль в развитие своего производства, то есть, либо купить новое оборудование, либо взять на работу лучших специалистов, так как появились свободные деньги, и можно позволить платить более высокие зарплаты. Ну и третье, что абсолютно никому не нужно, и в том числе этим компаниям, это собирать деньги, как говорится, в чулок. Деньги в чулке никому не приносят ни счастья, ни прибыли, ни удовольствия. Почему? Потому что, находясь в каком-то там чулане, или в каком-то чулке, или в подушке, в наволочке, эти деньги только уменьшаются, так как с каждым годом наша, даже пусть небольшая инфляция, в районе 2-2,5%, она уменьшает качество или количество этих денег. Поэтому нормальные компании, большие, маленькие, неважно какие, предпочитают, то есть, компании, которые имеют более-менее толковое, умное руководство, они предпочитают эти деньги вкладывать в свое же развитие. И вот для тех людей, которые работают на эти компании, во-первых, их, повышение их зарплат происходит практически, ну вот мы получили сейчас рапорт, буквально в прошлую пятницу, о том, что повышение зарплат произошло на 3,1%. То есть, в зависимости от того, сколько вы получаете, вы станете получать или стали получать на эту сумму больше. Это уже приятно. Дальше. Когда компания вкладывает деньги в оборудование, это оборудование кто-то должен строить. И если это оборудование строится в Соединенных Штатах, значит, опять же, кто-то в Соединенных Штатах зарабатывает деньги. И каждый раз, когда в нашей стране кто-то зарабатывает деньги, это приносит прибыль не только самым богатым, но это приносит прибыль всем людям, которые живут в этой стране. Теперь, я очень часто, как говорится, путешествуя по радиоволнам и слушая разные радиостанции, включая в том числе и русскоговорящие радиостанции, и я свободно говорю по-польски, поэтому я понимаю по-польски, слушаю польскую радиостанцию, украинские радиостанции. И я очень часто слышу такие интересные высказывания аналитиков, что вот, наши люди как страдали, так и страдают. Никому это не приносит никакой пользы, никому это ничего не приносит никакой радости. Ну вот давайте разберем немножко. Я не собираюсь вам давать лекции по экономике, тем более, что я, в принципе, сам не экономист. Но я прекрасно понимаю, что такое пенсионные планы, что такое пенсионные фонды. Прекрасно понимаю, так как сам являюсь частью нашего общества и со всеми вытекающими из этого последствиями. Так вот, если в 2008 году, когда произошла вот эта страшная рецессия, причем я сейчас не говорю о том, кто в этом виноват. То ли это виноват Буш, то ли это виноват до Буша, Клинтон. Это сейчас, в принципе, не важно. Важен сам факт того, что в стране произошла рецессия. Вы сами прекрасно, те люди, которые работают или работали на тот момент, и вы имели свои пенсионные планы, типа 401k, типа IRA и так далее, вы сами прекрасно понимаете, что произошло с этими планами. То есть накопления в этих планах практически просто исчезли. Почему? Потому что когда в стране рецессия, когда маркет находится на самой низшей точке своего вообще существования, естественно, нет тех заработков, которые потом вкладываются в ваши пенсионные планы. Поэтому люди, ну вот я лично знаю 4 человека, которые потеряли более 300 тысяч в своих пенсионных планах. Более 300 тысяч. Это люди, которые проработали здесь практически всю свою жизнь, и в возрасте 70 лет, имея вот эти вот 401k, просто потеряли, потеряли свою фактически вот эту добавочную пенсию. Но с другой стороны, когда в стране идет, почему вот мы все радуемся, что старт-маркет идет вверх, потому что делаются капиталовложения, делаются, производятся заработки на этих капиталовложениях, и вот эти заработки составляют вот именно многие из ваших 401k, вложены, деньги этих планов вложены либо в стак-маркет, либо в mutual фонды и так далее. Поэтому, когда стак-маркет находится, ну давайте говорить так, в цифрах, да, во время администрации Обамы, стак-маркет находился где-то в районе 17-18 тысяч единиц. При том, что сегодня стак-маркет вот еще чуть-чуть бы ударил, попал бы в новую, как говорится, историю, хорошую, то есть мы чуть-чуть не добрались до 27 тысяч, но сейчас мы находимся где-то в верхней части 26 тысяч. То есть, когда стак-маркет идет вверх, когда акции, будь то стаки, будь то mutual фонды, поднимаются, возрастают, точно так же возрастает ваш пенсионный фонд. Поэтому, когда я слышу от многих людей, которые либо ненавидят Трампа, либо считают, что он вообще никто, ничто и звать его никак, когда я слышу от этих людей, уже не говоря о демократах, когда я слышу от этих людей, что все, что единственное, чего добился Трамп, так это повышение заработков для своих дружков-миллиардеров, это, конечно же, абсолютная ложь. От того, что сегодня в стране существует такой прирост на бирже, в основном все люди, которые имеют пенсионные планы, сегодня очень довольны, очень, как говорится, отдыхают в шоколадной ванной. И это хорошо, это замечательно. Почему? Потому что у людей появляется... Во-первых, давайте говорить так. Если у вас повышение вашей зарплаты происходит, вот как сейчас получили отчет, в районе 3,1%, это значит одно, что у людей появляются свободные деньги. Почему? Потому что... То есть это не значит, что вы эти деньги начинаете солить в банках. Нет. Просто у вас появляется возможность либо приобрести немножко лучше автомобиль, либо отправить своего ребенка или внука в хороший садик, либо в хороший лагерь на лето, либо дать возможность вашим внукам и детям заниматься спортом, в то время как ранее вы этого просто не могли себе позволить, потому что не было свободных денег. Знаете, как мы обычно говорим, вот было бы у меня свободных хотя бы там полторы-две тысячи, я бы сделала вот это, вот это, вот это. Так вот, дорогие друзья, сегодня у очень многих людей появились вот эти свободные полторы-две тысячи. Я не обсуждаю вопрос, много это или мало. Потому что кто-то, как Нэнси Полоси в свое время сказала, подумаешь, тысяча долларов человеку в карман, какие-то вообще крохи с барского стола. Ну, прошу прощения, для кого-то тысяча долларов – это крохи, а для кого-то тысяча долларов – это вот тот диван, который мы хотели купить и не могли, потому что не было этой тысячи. Для кого-то тысяча долларов. То есть мне вам не нужно рассказывать, дорогие мои. Я не для этого вам сейчас даю вот эти примеры. Просто я пытаюсь тем людям, которые все-таки расстраиваются, когда они слушают демократов, когда они слушают вот этих невер-трамперов, что у нас в стране все так, не так все хорошо. И хорошо только тем, которые богаты. А тем, которые бедные, они… Послушайте, конечно, намного лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным. Но состояние вашего здоровья не зависит от экономики. Здоровье – это здоровье. А вот состояние ваших кошельков, состояние ваших счетов в банке, состояние ваших пенсионных планов – вот это действительно зависит от того, насколько правильно ведется экономика. И сегодня у нас экономика ведется абсолютно правильно. И вот это самая главная хорошая новость. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Спасибо за вашу передачу и за такую содержательную лекцию о повышении благосостояния. Но хотелось бы немножко конкретнее. Мы живем, допустим, в Чикаго, я не знаю, где вы, в Чикаго или в пригородах. И смотрите, да, зарплата немножко выросла. Но, допустим, налог на недвижимость кое-где, в северных районах, в северных обурбах, вырос на 30% в этом году. Следующим еще вырастет. Сейчас будет или иной с инкомтакт увеличен, скорее всего, намного. И поэтому вот это вот повышение, как бы, зарплата, ну, все скидается налогами. И разногольствование повышения зарплат, в частности, для Чикагоэра, это бессмысленное дело. А можно я вам задам вопрос сразу? Живуты не богаче, а тратят все меньше и меньше. Можно я выскажу? Посмотрите, сколько закрывается магазинов. Что касается отсутствия инфляции, ну да, продукты вроде бы не дорожают, но, допустим, такие вещи, как вот машины, кое-что еще за последние 5-6 лет подорожало минимум полтора раза. И, опять-таки, повышение срок маркика выигрывают действительно только очень узкая прослойка людей, у которых есть деньги, которые они могут во что-то вкладывать. Потому что срок людей как жил от чека до чека, так и живет, и несут жизнь не улучшается. Окей, теперь я вам задам вопрос. Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Окей? Ясно. Ну все. Вот, пожалуй, понимаете, вот о чем я говорю. Я говорю, люди, которые абсолютно ничего не понимают ни в экономике, ни в бизнесе, ни вообще, то есть, ну ни в чем. Может быть, он хороший этот радиослушатель, он, может быть, хороший профессионал в своей работе. Но в остальном человек, который, одно из двух, либо абсолютно ничего не понимает, либо человек, который, чтобы ему, это одна из тех категорий людей, что как бы не было хорошо, ему все равно плохо. Я сейчас не могу сильно углубляться в это. Я обязательно в это углублюсь после рекламной паузы. Сейчас мы прервемся на рекламную паузу, а потом оставайтесь с нами. Я обязательно отвечу на вот это, ну, ошибочное мнение этого радиослушателя. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в неполикорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я Анатолий Червец, его ведущий. Номер телефона в студии 847-400-5200. И у нас есть звонок. Давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, спасибо большое. Я полностью согласен просто пару таких небольших моментов. Я в том, что люди звонят, они не по натуре своей, вы говорите, что они неумные и так далее. Многие люди просто действительно не понимают, что многие вопросы решаются на штатном уровне, поэтому происходят вот такие вот дела. То есть я думаю, что просто людям нужно действительно объяснить, что есть вещи, которые происходят в государственном уровне, в федеральном, и это делает Трампа. Есть люди, есть вещи, которые происходят на штатном уровне. К сожалению, Леной, Калифорния, Нью-Йорк, многие штаты под контролем демократов, к сожалению, такие вот вещи происходят нехорошие. Вот спасибо за ваш звонок, потому что вы абсолютно правы. Вот абсолютно. Многие люди совершенно не понимают и обвинять их в том, что они это не знают, не понимают, довольно-таки неправильно, потому что это нужно объяснить, и люди поймут, я думаю. Потому что я сейчас позвонил, наверное, не понимая, о чем идет речь. Абсолютно. Но проблема в том, видите, когда я хотел задать ему вопрос, потому что я хотел сделать так, чтобы своими наводящими вопросами, чтобы он сам пришел к тому, о чем я говорю. К сожалению, если бы многие люди сами себя наводили, любили бы наводимые, то в принципе такого бы не было безобразия. Это человек просто позвонил высказаться, он мне сказал, дайте я выскажусь. И когда я ему задал, я ему дал высказаться, я его не отключал, но когда я задал ему вопрос, он повесил трубку. Вот это как раз те люди, которые, они не хотят ничего понимать. Вот он себе создал идею, и все. И он эту идею будет отстаивать под гильотиной. Он ее будет отстаивать. Поэтому, ну, есть такие люди. Мы переубедимы. А второй момент тоже по поводу стак-маркета. Действительно, да, многие люди, индивидуалы и компании действительно богатеют за счет стак-маркета. Но также очень легко и обеднеть, когда экономика крошится, причем не от решений кого-то или чего-то, а по другим составляющим. А с другой стороны, это стак-маркет, в принципе, обогащает компании, которые в свою очередь становятся, становятся богаче, может в состоянии расширять бизнес, принимать на работу больше людей и так далее. То есть расширять свои офисы, бизнесы и так далее. То есть давая работы людям. Поэтому я не думаю, что здесь богатые выигрывают. В первую очередь. Конечно. Думаю, что люди... Особенно те, у которых есть вот этот 4O1K, они не понимают одной простой вещи, что когда компания им дает ровно столько же денег, сколько они сами откладывают, эта компания где-то эти деньги должна взять. И если компания не будет зарабатывать деньги, то эти деньги не попадут людям в пенсионные планы. А вот когда люди выйдут на пенсию, вот тогда они поймут, что, о май гад, как же это вот, смотри, я кладу своих, там, 6% зарплаты, и мне еще компания докладывает 6% абсолютно за здрасте. Этого люди не понимают. Здесь еще так понимают, что многие люди обожглись. Согласен. В денье маркета люди, многие, довольно много потеряли денег. И это все до сих пор развивается и крутится в воздухе. Что вы потеряли, что вот денег нет. То есть действительно, да, маркет может крошиться и... А с другой стороны, вот смотрите, у нас на радио выступает пару человек, и Виталий Фельдман, и Дмитрий Гойхман. Это люди, которые могут вам помочь в том, чтобы эти деньги, вне зависимости от того, что происходит с маркетом, чтобы их не потерять. Но, ведь многие люди, то есть не очень многие, которые понимают это и не пользуются, пользуются какими-то непонятными стак-брокерами, непонятными людьми, которые абсолютно их не интересуют ваше вложение. Они себе зарабатывают деньги, вы на них потеряете или вы их заработаете, они все равно свое заработают. Поэтому вот именно к этому я и веду, что если мы правильно выбираем наших руководителей, я имею в виду в стране, если мы правильно их выбираем на федеральном уровне, если мы их правильно выбираем на штатовском уровне, если мы правильно выбираем людей, которые вкладывают наши деньги которые нам советуют вы понимаете очень много людей ведь смотрите вот сейчас маркет идет вверх да по статистике увеличивается количество так называемых онлайн трейдер то есть все пытаются заработать пару копеек и вот они бегут ничего не понимаю в этом ничего не знаю вкладывают куда-то деньги потом если они вложили их неправильно они начинают разводить вот эту прошу прощения сопли на кулак наматывать что будет наша экономика вот я вложил вот я потерял послушай если ты хочешь вложить так чтобы не потерять вкладывая их в подушку а вот если ты хочешь как-то чтобы твой капитал немножко рос по крайней мере начинай искать людей которые это умеют делать то есть тут настолько разные составляющие что вот так огульно как этот человек позвонил и сказал вот у нас инфляция вроде бы небольшая а цены на машины растут я хотел задать вопрос этому молодому человеку скажите пожалуйста а вы бы работали допустим у себя в компании лет допустим три-четыре без повышения зарплаты нет почему потому что я хочу зарабатывать больше но если вы хотите зарабатывать больше почему же точно так же не могут хотеть производителей машин производителей помидоров папы и всего другого но он этого не понимает он только видит одно вот он хочет зарабатывать много а чтобы цены были на уровне плинтуса и тогда он скажет ну вот нормально в данном случае здесь вопрос даже не только к инфляции как общая и а завышенных завышенном налогообложение штате то есть смотрите что сейчас случилось это же что поражается последнее что у людей которых она на электрические машины я просто поражаюсь кому диетизму наоборот стимулировать людей для покупок чистых машин экологически взяли хозяев электрических машин налогом это просто так и никого не жил вы понимаете что никого не интересует ничего проталкивать это все чистая риторика это чистые разговоры всех интересует одно и то же зарабатывание денег как их заработать кто-то покупает электромобили их облагают налогом кто-то покупает дизельные автомобили их отлагает ну то есть как бы она не произошла но мы мы сами выбираем то правительство которое нас я надеюсь что люди все таки все таки в какой-то момент особенно у нас штате волевой просто хоть немножко по умнеют хоть немножко начнут задумываться почему это происходит наконец начнут соображать что демократы ведут в черную дыру к сожалению довольно таки не опусловно потому что страдает этого все и в первую очередь спасибо вам огромное спасибо за важную ногу потому что очень приятно поговорить с человеком который ну по крайней мере то есть адекватно рассуждает на разные темы спасибо вам огромное уже против спасибо добрый день в эфире анатолий добрый день дин розы привет дин узнаете я с вами полностью согласен и при всем при этом извините за выражение у меня чешется зад но это чувство меня никогда не подводила и в конце 80-х заболю со стакмакер и когда в 2011 году тоже у меня чесалось и я ушел со стакмакета все перевел то ли на сиди то ли на просто на какой-то сейвинг да все я очень мало заработал я ничего не потерял ну я это веду все знаете мне все таки я очень недоволен тем что трамп ничего не делает для того чтобы освободиться от нашего друга давайте он растет а не дай бог это кончится дефолтом понимаете я все таки слежу что делают остальные страны так и они даже такие страны европейский союз и китай и россии и турции и и они уходят от нашего доллара если мы не сможем печатать доллары он на у нас будет очень неприятная ситуация ну опять же да я с вами согласен что в в ультиме как говорится ну в принципе конечно же нужно понижать долг но проблема ведь в том что вот смотрите как понижать долг вот вы видите трамп ничего не делает эти я прошу прощения диеты я имею ввиду демократов которые пытаются вон сегодня вчера в калифорнии подписал гевен нусон бумажку дать 90 миллионов долларов они будут тратить на нелегалов ну вот спрашивается как сокращать долг где в чем эти хотят бесплатное образование бесплатную медицину бесплатное все 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 кто за это будет платить тексты на каком основании почему спросите у меня я приехал со 139 долларами в кармане один а потом приехала семья моего брата и сына первого брака и моя мать и моя жена и все не дал дорогу ни у кого и не просил ни копейки да 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 вот видите вы это понимаете почему по то есть вы поэтому вы адекватный человек в том смысле что вы даете отчет тому что происходит но ведь у нас очень много людей которые даже не пытаются въехать в ту ситуацию которую нам пытаются навязать и и причем им лежать если они сидят или на программе или на вэлфе вот 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 и они боятся чтобы не дай богу них не забрали обама телефоны чтобы у них не забрали там какую-то лишнюю копейку за этот электричество и так далее понимаете а вот как сокращать быть был бы то есть если бы это была нормальная страна которая ямска дин я сюда когда приехал здесь тоже было не все в порядке не все далеко не все в порядке вот 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 семьдесят восьмом я приехал ситуация с бензином кошмарная ситуация с ираном кошмарная ситуация с демократами еще хуже вы вспомните этого картера которого сегодня все боготворят вы вспомните что этот придурок наделал в стране со своими этой вот со своей кукурузой я приведу пример раз есть время да конечно жили одним этажом выше лёня и марина такие вот я иду на работу спускаюсь по лестнице а марина горит вот картер за все платит я щас учу аккаунтинг 6 месяцев я встречаю на нашу работу а зачем я теперь учу программирование или там еще что-то понимаете и за все было заплатено люди понимаете люди за учебу заплачено там за аренд заплачен еще какие-то футстемпы дали и зачем работать он он просто не понимал этот придурок что человек он очень-то честное вы понимаете но я понимаю конечно никто не по сути всем приятно получать никто не обсуждает некие проблемы когда люди получают начинают обсуждать тогда когда начинают забирать и вот тут у нас получилось небольшая неувязочка потому что всегда республиканцы в принципе были за сокращение кабинет сокращение правительства за экономию в деньгах и так далее да а сегодня у нас получилось так что под под нашим в кавычках известном поле районе спикере палаты вообще сделали такую вещь то есть республиканцы тратили действительно на право и налево республиканцы мало этого они еще подмахивали прошу прощения за выражение вот этим демократам которым горели слушай давай мы сейчас тут вложим туда положим там что-то сделаем понимаете и поэтому вот довели страну до такой ситуации я демократы само собой но и республиканцы в этом тоже виноваты тем что они ничего не делали для того чтобы этому противиться поэтому шагер на они абсолютно не борются до мать а они все время защищается это меня просто выводит из себя меня тоже к вашему продумать что-то наперед и что-то сделать и они просто услышал защитился услужил защитил да так она и есть дин спасибо вам огромном я еще и звонок один спасибо будьте здоровы добрый день говорить пожалуйста да еще раз напоминаю о результатах голосования в 18 году до выбора в июле по иммиграционному предложению конгрессмена только половина республиканцев проголосовала за это предложение которое будет полностью решила бы проблемы это означает что только одна четвертая наших таскать из других извините за выражение представителей действительно нас представляет да кого представляют остальные извините они представляют тех которые нашу страну да они представляют своих доноров выражения нет конечно все отдать все отнять и разделить это же мы знаем к чему это приводит ну да но как говорится урок же не втрох да я уверен что три четверти тех кто занимается этими гадостями отлично знают что они разрушают стану но после нас же хоть как и спасибо за внимание спасибо вам огромное вы не так не расстраиваетесь но вы абсолютно правы да нас представляет именно вот нас представляет какое-то буквально горстка республиканцев одна четвертая это все да и в Сенате кстати такая же картина обратите внимание такой новость сейчас выступил товарищ МакКоннел да республиканский с осуждением кандидатуру дядя Роя помните эту историю конечно на Лабаме конечно он осуждает его он совершенно не осуждал выбор этой аляскинской это как ее Коллинз да да то есть это из Нью-Джерзи аляскинской как ее Мурковский и прочее у него не было никаких возражений абсолютно они идеальные кандидаты для него даже этот подонок который играл для публиканца я помню недавно шел из-за резоны фейк фейк да он его тоже ничем не огорчал абсолютно дядя Рой который настоящий консервативный вот он считается это ужасная кандидатура я вам скажу как он улыбался смеялся когда демократический конкурент Роя пришел в Сенат как он радовался это же было я видел эти кадры меня просто перебегнуло согласен согласен спасибо большое добрый день вы в эфире добрый день добрый вот одна из проблем которые должна была решить реформа Трампа налоговая это было возвращение бизнесов которые были там в других странах да вот извините известно ли сколько бизнесов вернулись какие бизнесы расширились наняли новых людей в Америке вот я честно говоря такого не слышал не слышал давайте я вам быстренько устрою ликбез чтобы вы поняли о чем идет разговор а значит буквально прошлую пятницу объявили рапорт по устройству на работу двести двадцать четыре тысячи человек как вы думаете куда они устроились на работу в Китай в Японию я не знаю я не знаю что это за работы окей объясняю вот извините работы могут быть официанты в ресторанах нет это не те работы нет послушайте меня если вы хотите знать я вам с удовольствием скажу значит из двухсот двадцати четырех тысяч это официальные данные восемьдесят тысяч мест которые образовались в области строительства причем не частных прапор не частной собственности а именно коммерческой то есть строится здание билдинг и так далее так дальше сорок тысяч в производстве производственный бизнес то есть вы понимаете что ведь кто-то этих людей берет на работу мы не говорим сейчас о сезонных рабочих местах это вообще отдельная статистика мы говорим о местах которые созданы в процессе роста экономики то есть компания увеличивает обороты начинает принимать людей на работу сколько компаний вернулось я вам скажу ну вы понимаете что никто никого особенно не волнуют такие маленькие средние компании волнуют большие компании ну вот например такая компания как apple вот они дали которые подписали договор пообещали что они свое производство перенесут в америку не всего частично то есть они должны посмотреть как это будет работать но они это переведут дальше машиностроение в америке опять начинает развиваться ну general motors вот такая вот компания интересная которую свое время обама вызволил из несчастья потратил на них сумасшедшую сумму денег теперь они сказали нет мы теперь будем строить свои машины в мексике на что трамп им сказал пожалуйста будете строить мексике стройте но ввоз ваших машин сюда будет облагаться серьезным налогом мы возместим тот ущерб который вы приносите своим переездом мы его возместим в налогах за то что вы ввозите продукцию то есть вы понимаете все происходит просто так ничего не происходит откуда-то это все берется так вот самое главное я кстати вот я мне очень нравится вот вот вы позвонили вы что-то не знаете вы спросили если я могу я вам это объясню если нет я обязательно где-то то есть нагребу эту информацию я все равно ее вам выдам но задавайте вопросы как можно больше и тогда вы будете и ищите правильные источники ответов на эти вопросы я не говорю там про себя я вообще говорю потому что многие люди читают тот же допустим нью-йорк таймс и считают что вот они истинно в последней инстанции нет есть полно хороших источников особенно если вас интересует экономика страны он wall street journal пожалуйста такие статьи выдает одно удовольствие есть компании которые как это сказать инвестиционные компании которые пишут статьи которые рассказывают о том что происходит то есть это действительно это очень важно нам знать что в стране действительно все не так плохо как нам это представляют демократы и им подобное в отношении того сколько компаний переехала вы знаете вот он дал трамп я имею ввиду он сделал налоговую реформу тем что он снизил налог компаниям вы понимаете что он фактически пытается сравнить он или уравнять поле налоговое поле для всех то есть если у нас в америке был самый высокий уровень налогообложения для компаний то конечно они отсюда бежали и для того чтобы их вернуть им нужно дать ну как минимум хотя бы что-то приближенное к тому что они получают там где они находятся и это тоже не это не процесс одного дня это ведутся переговоры ведутся это большие инвестиции компания которая вернется сюда она же не взяла в чемоданчик инструменты переехала в чикаго или еще куда то это компании которые им нужно оборудование перевести им нужно здесь построить что-то amazon строит сумасшедшие вархаузы понимаете то есть вот это все составляет нашу экономику и наше благосостояние на сегодняшний день дорогие друзья спасибо вам огромное я уже скажите пожалуйста а в два часа еще с вами можно обязательно обязательно в два часа мы вернемся спасибо большое а и у все